Добрый день! Давайте теперь подробно изучим режимы работы, настройки автомобильного мультимедийного ресивера SPHDA-130 DAP. Перед нами сейчас основной экран, с которым будут работать пользователи. К ресиверу у нас подключен смартфон, система Android, подключен у нас по проводному соединению, как вы видите. И блютуз соединение у нас сейчас отключено, но можно будет при необходимости его подключить. Но блютуз соединения тут никаких особенностей нету, стандартный режим работы. Отключили мы его просто для того, чтобы фиксировать звук, который идет со смартфона, поскольку у нас сейчас отключены колонки, не подключены непосредственно к ресиверу. Когда вы подключаете смартфон, то, соответственно, к основному меню у вас появляется еще дополнительный меню смартфона. Приложение App Radio Mode – это основное приложение, которое обеспечивает взаимодействие между ресивером и смартфоном. Его функционал невысокий, у него есть контакты, у него есть календарь, у него есть возможность просмотра фотоснимков, которые находятся на смартфоне. Но самое главное, что он позволяет инсталлировать приложения, которые могут работать вместе с ним, и, соответственно, дальше уже открываются возможности приложения. В данном случае приложение от Пионера App Radio Live – это основное приложение, с которым предлагается работать. Оно совместимо как с App Radio Mode, так и с данными ресиверами. Там есть навигация на основе карт Google Map. Ну и, соответственно, дополнительно еще предлагается на выбор три навигационные программы. Это российский Navitel, программа Navmi и программа CIGIS. Четыре приложения, в каждом из них есть навигация, но самое общее – это, естественно, App Radio Live. Как раз если мы нажмем теперь на него, то у нас произойдет переход в это приложение. Нам предлагается войти в аккаунт, но на самом деле даже если аккаунта нет, то происходит автоматический переход на режим работы. Сейчас у нас включена такая функция, как Radio Nomi, но мы сейчас выйдем из нее и сначала зайдем в основное меню. Основное меню приложения, вот оно сейчас на экране, и здесь располагаются основные функции. Первая функция, самое главное – это навигация, поскольку все-таки у нас магнитолы, то есть нам нужно как раз нужно вот это соединение прежде всего для навигации. Здесь, соответственно, у нас Google карты. Google карты позволяют производить поиск, навигацию. Происходит, как мы видим, взаимное отображение карт, взаимное управление. Мы можем карту подвинуть. Пользуясь монитором, можем задать поиск. То есть полнофункциональное устройство, можем изменить масштаб. То есть все, что мы привыкли с вами в обычной навигации. Дальше. Есть возможность вызова специального приложения, которое обеспечивает информацию от сервисов погоды. Вот у нас сейчас прогноз погоды на ближайшие несколько дней. 20, 21, 22, 23 ноября. Наступает зима, становится холодно, минусовая температура. Так, есть календарь. Ну, соответственно, календарь нам, для того, чтобы полнофункционально использовать календарь, нам необходимо воспользоваться все-таки, подключить аккаунт, уже через этот аккаунт производить синхронизацию другими календарями. Но самое интересное, это у нас вот эта вот закладочка. Здесь у нас как раз мультимедийные возможности системы. Это прослушивание музыкальных композиций, которые находятся на смартфоне. Прослушивание просмотра видеокомпозиций, которые располагаются тоже на смартфоне. Сейчас у нас пойдет некое воспроизведение. Что-то у меня там валялось на WhatsApp присылали. Ролики начали воспроизводиться. У нас утро 1 января отображается. Замечательно. До 1 января еще далеко, но можно всех поздравить с Новым годом. Но самое интересное здесь, я бы на самом деле обратил внимание на вот эти два приложения. Это интернет-радио. То есть здесь мы можем зайти, найти интересующее у нас интернет-радио, включить композицию, и начинается воспроизведение. И другое, это стриминговое видео. Как раз то, чего обычно не хватало в других системах. Это возможность воспроизводить видео с сети. И, соответственно, для того, чтобы оно воспроизвелось непосредственно на магнитоле. Если там посмотреть, то это воспроизводит стриминговое видео как раз с YouTube. Здесь можно настроить интересующий канал и, соответственно, просматривать его во время поездки. Нужно помнить, что функции будут ограничены, и ряд функций во время движения будет недоступен. Необходимо обманывать магнитолу и подключать контроль паркинга. Блокировать для того, чтобы была возможность воспроизведения, например, видео на устройстве. Так что... Так, это я не туда ушел. По большому счету, это уже полноценное приложение, которое многофункциональное. В нем есть то, чего не хватало. Интернет-функции просмотра непосредственно с сети. То есть, ну, уже есть с чем работать. Хороший функционал. Для того, чтобы выйти... Да, кстати, вот здесь, вот здесь в приложении, если вы установите дополнительные навигационные программы, то они будут отображаться здесь в приложении, а также будут отображаться вот при вызове функции смартфон. Соответственно, они здесь, здесь иконки тоже появятся. Ну, давайте сейчас бегло пробежимся по основному функционалу. Как я уже сказал, DAP, цифровое радио у нас не работает, сигнала нету. Обычное FM-радио более-менее стандартное. Три FM-диапазона, диапазон МВ. Настройки пресс-сетов находятся с этой стороны. Режим поиска, цифровой частотметр, возможность вызова настроек эквалайзера, возможность вызова настроек непосредственно устройства. Кнопочка радио. Сейчас мы не подключены по Bluetooth, но можно подключиться, тогда она становится активным, и мы сможем зайти сразу же в книгу контактов. Дальше Bluetooth. Но тут тоже все более-менее стандартно, обычный плеер. Кстати, здесь Bluetooth 4.1. Хорошо соединяется, быстро, нет никаких проблем. Так, Spotify у нас будет работать только для системы iOS, и, соответственно, только в Европе. iPod необходимо подключать, USB у нас сейчас не подключен, и AUX тоже не подключен. Но давайте закончим с этими возможностями и зайдем в меню. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, на вот эту звездочку. Здесь сейчас у нас собираются, здесь можно собрать ваше меню, как бы собственное, сделать избранное меню, поставить те пункты, которые для вас важны, которые вы хотите быстро перенастраивать. Делается это очень просто. Когда вы заходите в какой-то из пунктов меню, видите, здесь горит звездочка. Если на нее нажать, и она засветится, то означает, что вот этот пункт меню был перенесен вот в избранное. То есть, видите, у нас тон сигнала появился. Что здесь интересного? Ну, интересно у нас, вот интересно у нас является установки АВ-источника. И первое, самое интересное, это настройки Микстар. Кто не знаком с сервисом Микстар от Пионера, познакомьтесь, зайдите в магазин, посмотрите, как он работает. Это такой, он позволяет, сервис позволяет, функция позволяет делать микс из записи, находящихся на USB карточке. То есть, вы подключаете USB. Здесь, возможно, режим короткого воспроизведения. То есть, у вас из всей композиции воспроизводится либо 60, либо 90, либо там максимум до 180 секунд. При этом, возможно, также случайное воспроизведение, когда у вас композиции по-разному будут воспроизводиться. Одновременно с этим будет происходить мигание экрана, будут визуальные эффекты на дисплее. Эти эффекты можно у нас настроить. Изгиб, эхо, петля, как вы видите, вот здесь вот они очень, достаточно много таких диджейских эффектов. Плюс у вас есть режимы мигания, которые тоже зависят по-разному. Могут зависеть от громкости, могут зависеть от уровня низких частот, могут зависеть от вокала. Ну, такая интересная диджейская функция. Я думаю, что молодежи понравится. Конечно, взрослому поколению будет все равно, но вот я думаю, для молодежного поколения будет отлично. Так, параметры радио. Ну, здесь более-менее все стандартно. Можно изменить шаг, можно настроить настройки по RDS, то есть включение альтернативных частот, локальных радиостанций. Параметры DAP, но, в принципе, неинтересно, они у нас не работают. Bluetooth Audio включено, Spotify включено, в принципе, можно выключить, так как у нас тоже не работает. Дальше, дальше, в системных настроях тон сигнала. Ну, это тон сигнала, это подтверждение нажатия на кнопку, то есть дотрагивание до экрана тональным сигналом. Автомикс. Вот вывод. Здесь мы можем включить или выключить. Здесь мы можем включить или выключить настройки. Обращаю внимание, что сейчас USB MTP отключено. Если мы сейчас пытаемся включить, то получается, что у нас AppRadio мы необходимо выключить. То есть это такой взаимоисключающий функции. Видно, написано, что у нас AppRadio Mode работает, AV-вход включен, AUK выключен, AUK-вход включен. Дальше идем настройки камеры. Соответственно, это настройки парковочной камеры. Здесь возможно подключение двух камер. Парковочную камеру и камеру фронтальную. Есть два видеовхода. Можно настроить парковочные ориентиры, включить, выключить. Можно их настроить самостоятельно под габариты вашего автомобиля, под место установки камеры. Ну, вот, например, так вот двигая пальцем, сделав такой коридор, который будет накладываться на изображение с камеры и помогать вам парковаться. Соответственно, тут полярность камеры какая, прямая или обратная, ну, основные настройки. Так, дальше. Безопасный режим у нас выключен, демо-режим включен, системный язык русский. Восстановление настроек, это восстановление настроек заводских. Настройки подсветки. Здесь, соответственно, подсветка может быть автоматической или ручной, либо зависит от времени. Если мы поставим от времени, то у нас будет регулироваться относительно дня, ночи и видоизменяться, то есть подстраиваться под нашу освещенность. Так, позиция водителя, это быстрая настройка, позиция водителя для более удобного прослушивания, правая или левая, настройки изображения. Здесь у нас яркость, контрастное затемнение, тон, тональная температура. Можем сделать более красные, можем делать более синие. То есть приличное количество настроек, системная информация, данные об устройстве. Здесь же, кстати, можно включить или выключить возможность обновления оборудования. То есть обновить программное обеспечение, скачав его непосредственно с сайта. Иконка с палитрой, это у нас иконка настройки изображения. То есть мы можем изменить фон, который у нас располагается на котором располагаются иконки. Можем изменить тему, изменив его цветовую характеристику. Можем изменить цвет подсветки зоны кнопок. Есть RGB, возможно изменить часы, как они будут выглядеть. То есть кастомизировать самостоятельно для себя устройство, так чтобы сделать его для вас наиболее интересным. Давайте посмотрим видеонастройки, настройки видеосигнала, количество слайдов и Bluetooth настройки. Здесь тоже более-менее стандарт соединения, автоматические соединения, видимость, вот пит-кода, мелодия звонка, память Bluetooth. То есть есть как бы все, что позволяет, что обеспечит хорошую работу системы HLS. Вот мы сейчас с такими общими настройками закончили, и теперь давайте перейдем в настройки аудио. И здесь не очень насыщенные, и обратим на них пристальное внимание. Ну начинается все со стандартного. Это графический эквалайзер. Так, стоп, сначала нам надо включить источник. Ну вот давайте теперь посмотрим аудио настройки. Они, кстати, видоизменяются в зависимости от того, какой у вас источник включен, и наиболее полно они при подключении настройки USB. Сейчас я отключил смартфон и подключил USB для того, потому что при настройке USB, при включении USB происходит наиболее полное количество настроек, поскольку именно здесь могут использоваться все функции цифрового процессора. Соответственно, заходим в настройки, звук, и смотрим. Первое, что у нас есть, графический эквалайзер. Графический 13-полосный эквалайзер, он имеет предустановки, бас, мощный звук, естественный звук, вокал ровный, и две пользовательские приустановки. Если вы зайдете в пользовательскую установку, то, соответственно, система откроет вам возможность регулировать по выбранным частотам уровень сигнала. Плюс-минус 12 дБ, и, соответственно, здесь 13 полос. Добротность не меняется, это стандартный графический эквалайзер. То, что вы изменили, сразу запоминается в пользовательских настройках. Теперь вот этот вот штокок, который мы с вами создали, является пользовательской настройкой эквалайзера. Так, микшер-баланс. Стандартная функция. Можем двигать пальцем расположение точки фокусировки, при этом у нас баланс и фейдер будет видоизменяться по-канально, делая звук тише или громче по каждому из каналов. Есть уровень подавления. Уровень подавления – это подавление звука при переключении между различными источниками звука происходит минус 20 дБ для того, чтобы не было акустического удара. Он может быть в виде подавления, может в виде отключения звука, либо можно эту функцию вообще выключить. Регулировка уровня источников. Здесь вы можете отрегулировать звук при переключении источников, то есть поменять различные источники и, соответственно, вы… вы… сделать… если у вас источник тихий, то поднять немножко у него уровень для того, чтобы выровнять со всеми вашими источниками звука. Так, дальше… сабвуфер. Сабвуфер при включении у нас включает сабвуферный канал. Уровень акустических систем – это схожая функция с балансом, но немножко под другим соусом. Если мы его включаем, то у нас, соответственно, можем быстро настроить фокусировку звука на водителя, на пассажира, на центр салона, на заднюю полусферу. То есть вот такая вот быстрая настройка. Если у нас включен сабвуфер, то у нас здесь появляются настройки сабвуфера, настройки кроссовера. Делается все очень просто. Пальцем двигаете, изменяете частоту и изменяете добротность фильтра. Кстати, добротность сабвуферного фильтра максимальная – минус 36 дБ, отлично. При этом можно сделать трехполосный режим работы кроссовера, то есть сделать трехполосную систему. Сделать, обрезать сабвуфер, вырезать середину, сделать вверх. Частоты, с которыми работают, приведены в описании, то есть в тесте, на который дается ссылка. Вы можете зайти и посмотреть. Здесь, кстати, обратите внимание, разбито. Вот, например, кроссовер. Здесь в кроссовере можно отрегулировать все настройки, как высокочастотного фильтра, так и сабвуфера. То есть вот мы фильтр ВЧ, например, изрезали. Можно там уровень задних включить, тоже настроить на тыловые каналы, поставить кроссовер. То есть, ну, при этом отдельно можно вызвать настройки сабвуфера, но как вы видите, что когда мы нажимаем на кроссовер, то и называем на сабвуфер, то у нас вызывается та же самая функция, просто при настройке сабвуфера вызывается сразу сабвуферный фильтр, фильтр низких частот. Это, на самом деле, разбивка не дублирования функций, а для того, чтобы можно было, например, выделить какую-то функцию вызбранное, перенести ее в звездочки и, соответственно, настраивать уже быстро, не залазя во внутрь меню. Положение прослушивания – это тоже схожая функция с фейдером, когда мы с вами можем выбрать то положение, которое нам удобно. И тоже эта функция как бы является дублирующей. У нас получается здесь положение прослушивания, положение прослушивания в виде фейдера, положение прослушивания еще вот одна функция есть. Так, сейчас у нас выбор места выключено. И вот у нас еще самое интересное – это звуковые задержки. Если мы теперь их включим, то обратите внимание, здесь у нас сразу же выскакивают звуковые задержки, позволяющие именно задержками, а не уровнем сигнала подрегулировать звучание и сфокусировать ее на водителе, на пассажире, на задних пассажирах. Причем, заметьте, задержки все видоизменяются и по всем пяти каналам происходит. Не только по фронтальным талонам, также сабвуферный канал у нас тоже регулируется. Самое интересное, то, на что мы обращали внимание, это автоматический эквалайзер. Сейчас автоматический эквалайзер у нас не активирован, поскольку необходимо включить AUX-ход. Но если мы включим и подключим микрофон, то у нас возникнет возможность произвести автоматическое измерение настройки эквалайзера, автоматическое измерение настройки задержек. Видите, все это можно сделать автоматически по помощи микрофона. Процессор самостоятельно подаст розовый шум. измерит его параметры и скоординирует настройки. Соответственно, когда вы произвели настройки, у вас они сохраняются. Вот видите, здесь у нас есть загрузить настройки звуку. У нас есть исходные настройки, это базовые, которые заводские. Настройки звука, которые мы с вами произведем. Например, сейчас мы, если мы произведем настроек, нажимаем сохранить. Эти настройки сохранились. И вот они теперь у нас в настройках звука прячутся. Если мы их нажмем, они туда выгрузятся. Если мы произвели автоматическую настройку помощи эквалайзера, помощи микрофона, они вот тоже у нас выделятся в отдельную чайку памяти. И при необходимости мы можем их быстро загрузить. Так, дальше. Функции подъем низких частот до плюс 6 дБ. Вывод на заднюю акустическую систему. Это можно задействовать, если вы хотите отключить переднюю систему, а назад включить, например, исключительно мультики. Вот так, громкость. Но это такое ощущение, что неправильный перевод. Здесь у нас не громкость, а должна быть функция тон-компенсации. Три режима. Скорее всего, здесь просто перевод неправильный. Это не громкость, низкие, средние, высокие, а тут тон-компенсация. Автоконтроль уровня. Это автоконтроль уровня при переходе между различными источниками звука. Может быть автоматически контролироваться. И самое интересное, это функция восстановления звука. Если вы пользуетесь флешкой, его необходимо включить хотя бы на режим 1. Режим 1 хорошо работает при низком битрейте записи, а режим 2 хорошо работает при высоком битрейте записи. Я сейчас постарался подробно рассказать об всех настройках автомобильного мультимедийного ресивера PIONEER SPHDA130 DAP. Аппарат очень интересный. Аппарат позволяет регулировать очень много функций. Кстати, я сейчас посмотрю на свое воспроизведение с USB. Я включил функцию Mitrax. У нас началось некое мигание, видите, которое позволяет оживить картинку на магнитоле. Начинает мигать подсветка, начинает мигать фон. Но нужно отметить, что у нас сейчас работает аудиокнига, и когда будет включена запись, тем более динамично, это все будет более активно и более красочно. Так что аппарат интересный, обращайте на него внимание. Читайте подробный тест на наших электронных страницах www.autodela.ru Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.